Обновлено более 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Капитально отремонтировано 32 дома. Еще в 17 заменены лифты. Реконструирована котельная на набережной 6-й армии 90А. Построено 8 километров теплопровода. Это лишь незначительная часть того, что удалось сделать в коммунальной сфере в 2016 году. Итоги работы Департамента городского хозяйства общественности представил его начальник Антон Мусихин. Отметил он и значительный вклад жителей в уборку и озеленение города. За минувший год в городских субботниках приняли участие более 50 тысяч волокжан, которые собрали около 18 тонн мусора. Также было высажено 18 тысяч деревьев. Регулярно на повестке дня и безопасность граждан. Поэтому в Вологде реконструировано уличное освещение на Советском проспекте и улице Конева. Теперь стало светлее, а значит водители лучше видят пешеходов. Кроме того, было выполнено строительство освещения на участках, где его не было, это сквер по Первомайской, от Советского до Козленской. Сделано освещение по улице Зеленейной от Белозерского шоссе до улицы Клубова, до железной дороги. Обустроено мачтовое освещение площади Чайковского. Сделана архитектурная подсветка площади Революции. Выполнено освещение улицы Саммера от железнодорожного переезда от улицы Открытой до остановки Доронина. А еще пешеходная зона в Ковыренском парке и дорога Касановской рощи, которую в перспективе сделать полностью освещенной. Большие планы у коммунальщиков и на этот год. В частности, изменится подход к обслуживанию детских площадок. Сейчас их содержанием занимается единый подрядчик, который не всегда успевает уследить за веренным имуществом. Поэтому принято решение передать обслуживание детских площадок управляющим компаниям в микрорайонах. Еще один важный блок – состояние городских кладбищ. За минувший год на Пашихонском, Казицынском и Мауринском кладбищах было захоронено более 2700 человек. Места на них почти исчерпаны, поэтому городские власти уже сейчас начали проектирование нового места захоронения. Уже определено место под проектирование нового кладбища по старому московскому шоссе в районе деревни Кичигина. В настоящее время проведены инженерные изыскания и в этом году будет производиться проектирование. Там довольно-таки большой участок. Оно обеспечит этот участок возможность захоронения, но, наверное, при его реализации на ближайшие лет 8-10. Естественно, там будет создаваться необходимая инфраструктура для обеспечения кладбища. Ну и прорабатываются будут вопросы транспортного сообщения. По итогам отчета о проделанной работе общественники заполнили специальные анкеты и выставили оценки. Говорят, работы коммунальщиков удовлетворены. Я полагаю, что в целом департамент работает в комплексе положительно. Я могу дать ему оценку, поскольку даже те сферы деятельности, которые, в общем-то, для граждан, может быть, так и не видны, но, тем не менее, затрагивают всех и каждого, они не обойдены вниманием департамента. Подобные отчеты общественности представят все городские департаменты. А 9 февраля в рамках проекта «Команда губернатора. Ваша оценка» о деятельности администрации считается мэр города Андрей Травников.